всем привет гости наступила уже на рыбалку пока не ездил никуда с работы пришел вчера разморозил рыбу поставил размораживаться достал из морозилки ездил подготовил бочку для копчения буду коптить сейчас горбушу киту рыба разморозилась я ее вот помыл замораживая головы отрезаю хвост отрезал а внутренний выпад не чищу сейчас она размерлась и почистил внутри так она лучше сохраняется но достал тут три штучки симы всему я хочу тоже попробовать покоптить вот одну разрезал нам потребуется что мы однажды острые ну и сама рыба ну и сейчас покажу как делать как я делаю соломку с горбуши соломку я делаю из самочек потому что самки они такие не 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 толстые мясо у них тоненько режется легче намного ну и мне кажется там повкуснее что ли вот сложного в ничего нету ну только единственная на кухне бардак и время занимает немного ну я сейчас пока занимаюсь и мой поэтому покажу на 7 метров я думаю сложного ничего нету как ее снимать филе отсекаем голову я отсекаю вместе с этими с плавничками потому что я хочу так сказать рыбный суп или уху сделать голову в сторонку ножик приподнимаем брюшко ножик вставляем нож острый одним движением и хребет остальной так с хребта сниму мясо потому что хочу еще сделать пельмени мясо тоже снимается ложечкой все мы жалко выкидывать мясо поэтому вот и в тарелочку также этим же ножиком берем снимаем пост чистенькая филешечка получилось красивенько ровненько но вот всему этом перечистил теперь годовство дело до горбуши резать на соломку точно также берем снимаем с нее мясо филешки самочка самочки удобно резать они легче режутся потому что на заводах 3 это режут машинками взял пинцетик вот эти косточки боковые тоже их быть выдираю берем вот этот плавничок еще тоже надо срезать такие вот две полоски мяса получилось получились и берем он может должен быть очень острый чтобы соломка прорезалась прям идеально и легким движением с небольшим нажатием прорезаем а вот пошла кожа цепляться только сразу проверять нужно чтобы было быдло полностью прорезано вот он тоненько где-то около пяти сантиметров более пяти миллиметров и сантиметр где-то меня получается вот на китайскую сушилку синюю такую у китайцев купил нужно где-то 5-6 горбушек чем тоньше получится тем вкуснее на мой взгляд вот такая соломочка получается перерезал я рыбу всю с 3 часов до 7 тут вот китуз будем коптить горбушу коптить но здесь соломочка вот для соломки нам нужно сварить туз лук ну для соломки сварим туз лук возьмем кастрюлю кастрюля вот это полно если 6 литровый вот по эти ручки 5 литров но я где-то 4 4 с половиной литра наверно налил 1 ложки большие больше чем алюминиевая ложка больше чем столовая 2 3 4 5 8 получается 5 ложек сахара 1 2 3 4 5 6 сделаем можно один к одному можно чуть меньше сахара ну вот туз лук сварил он только закипел и его сразу выключил остудил до комнатной температуры вот соломочка и туз луком заливаем и включаем секундомер на две минутки потому что когда просто солью она соломка тоненькая и она начинает вот так вот вся разваливаться в тузбуке она нормально себя чувствует берем сито или дуршлаг и опрокидываем вот такая получилась вот она не разваленная все сейчас ее на этот на сушку вот она отлично получается вот такая вот получилась соломочка все она уже подветрилась вот про что я говорил когда в тузлуке вот она вся она не расползлась ничего все отлично всем привет прошло четыре дня соломка высохла к сожалению меня что-то произошло со звуком приходится дополнительно озвучивать посмотрите соломка получилось красивая янтарного цвета соломка по вкусу получилось идеальная это намного лучше чем покупать в магазине непонятно какая там то соленая то пересоленая вот эту кучку я немного еще досушу так как она потолще получилось и сразу не просохла сегодня пятница к сожалению хотели у хотелось бы конечно такую красивую с пивком попить ну получается только с чаем так как сегодня мне на приходится на работу идти ну ничего страшного это тоже неплохо рыбка очень мне понравилось высохла тоже хорошо вот и сейчас немного повторю рецепт получается нужно на 4 литра воды 89 ложек больших с горкой соли и на одну-две ложки меньше сахара все это закипятить после эту нашу нарезанную рыбку перекладываем в тазик заливаем тузлуком ждем полторы две минуты перекладываем в стечку чтобы вода стекла тузлук лишний после этого мы раскладываем все на сушку и ждем три-четыре дня пока она высохнет и рыба получается идеально вкусненькая это лучше чем покупать в магазине вот этот объем получился у меня с пяти или шести самочек какая красивая получилось спасибо что досмотрели до конца всем удачи приятного аппетита ну и пользуйтесь таким рецептом надеюсь вам понравится и будете дальше также солить рыбу все всем пока до скорых встреч